делая сбережения для будущего ваших детей используйте своего главного союзника время за 10 лет откладывая по 5 тысяч сомов на накопительный счет можно собрать миллион сомов причем половину этой суммы вам в качестве процентов выплатит банк сегодня в совместной рубрике национального банка и капитал финсаббат мы расскажем для чего делать сбережения вашему ребенку на будущее и как участвуя в этом процессе дети получают важный навык управления личными финансами у салимы двое детей недавно она решила что пора откладывать старшему деньги на будущее с точной целью пока не определилась но уже выбирает банк решила пока отложить определенную сумму на депозит чтобы не потратить сбережения которые уже удалось сделать самостоятельно дома накопить мы пробуем дома накопить у меня лично не получается потому что все равно есть обязательно какие-то непредвиденные расходы если еще сказать об этом ребенку это очень большой стимул для ребенка да потому что ребенок уже начинает понимать что оказал вот для меня есть деньги и вот у него тоже есть желание копить вот ты ему даешь деньги например на мороженое на что-то он какие-то хоть и 2 2 особо хоть 5 суммы можно я вот это в копилку положу привлекать ребенка к процессу накопления рекомендуют и финансисты это научит его планированию видя как родители каждый месяц откладывают определенную сумму он поймет цену деньга у ребенка не будет ложного ощущения того что крупная сумма может появиться из ниоткуда и он будет понимать что это результат длительного процесса для чего это нужно первую очередь конечно же это для надежного будущего это для того чтобы человек чувствовал себя независимым финансовом плане да то есть некоторые проблемы они будут уже мне более менее сглажены как правило специалисты советуют не менее 10 процентов до от своих доходов откладывать уже на сбережения а как мы должны откладывать мы сначала должны провести анализ своих доходов расходов и только с учетом анализа мы должны начать уже откладывать эти деньги для долгосрочного накопления все же стоит воспользоваться услугами банков во первых так хранить деньги надежнее чем под матрасом во вторых проценты которые будет выплачивать банк как минимум уберегут ваше накопление от обесценивания начинать можно из 500 из 1000 сомов в месяц в этом процессе время ваш союзник если начать например копить по 5 тысяч сомов да то можно за 10 лет накопить миллион сомов я думаю это такая довольно большая сумма да и она как бы всегда пригодится если мы считаем 5000 сомов это большая сумма то можно начать суммы тысячи сомов даже тысячу сомов можно за 20 лет накопить 1 миллион например тот же миллион если мы возьмем по 5 тысяч сомов то получается если брать 13 процентов годовых и вот идет сейчас средняя процентная ставка да то половину суммы дает от этого миллиона да там 500 тысяч сомов сам клиент накапливает да вот за этот период времени и плюс ему банк выплачивает проценты и получается как бы это такое как сказать что клиенту очень выгодно как и в любом другом случае с накоплениями необходима цель то есть надо определиться для чего вы делаете сбережения копить можно ребенку на учебу потому что хорошее качественное образование стоит немалых денег можно накопить на квартиру либо просто подарить ребенку на совершеннолетие первый миллион главное чтобы он понимал что этот миллион не появился как по волшебству а как выбирать банк на что обращать внимание при выборе депозитного продукта мы расскажем следующем выпуске финсаббат